С потеплением в квартирах верхних этажей дома номер 4 по улице Дзержинского потекали ручьи. С крыши дома просочилась талая вода. В результате поврежденными оказались потолки и обои на стенах. Первое, что сделали жильцы, обратились в управляющую компанию. Вызываем представителей ЖЭКа. Они приходят, разводят руками, отправляют туда кровельщиков, подставляют какие-то тазики. В ближайшие дни в доме начнется капитальный ремонт. И, казалось бы, жильцы старого дома должны радоваться предстоящим изменениям. Но на деле выяснилось, что главная причина протечек – кровли и теплоизоляция инженерных коммуникаций в план работ не включены. Обратились по поводу капитального ремонта кровли, замены гидроизоляции. Дом 1952 года постройки никаких ремонтов никогда ни разу здесь не проводилось. Вообще. И в итоге нам ставят очередь на капитальный ремонт и замену кровли на 2037 год. Жители дома не намерены терпеть регулярные протечки кровли еще 18 лет и настаивают на переносе капитального ремонта на более ранние сроки. Но, по словам местных чиновников, в этой ситуации они бессильны, так как план проводимых работ определяет региональный оператор. Для изменения сроков капремонта жильцам предложили провести независимую экспертизу. Чтобы, ну, по заключению экспертизы, чтобы добиться переноса вот этого капитального ремонта на более ранние сроки. Ну, а какая экспертиза может быть? И так, если вот, ну, посмотреть на нашу крышу, все и так ясно, мне кажется, без экспертизы. Как пояснили в управляющей компании, к текущему ремонту кровли приступят при благоприятных погодных условиях. Ремонт будет производиться после, ну, текущий ремонт поддерживающий, после того, как сойдет наледь, сколько сейчас просто невозможно, потому что дом покрытая желоба, потом проведется ремонт устранения, где были протечки. Ответственность за повреждение имущества от протекания крыши управляющая компания себя не снимает. Инженеры-смотрители оценят размер ущерба, и жильцам будет предложена либо денежная компенсация, либо косметический ремонт. На ближайшее время назначена встреча Совета дома с представителями управляющей компании и специалистами ДГХ, на которой будет решаться вопрос капитального ремонта кровли. Канал 16 будет следить за развитием событий. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.